Субтитры делал DimaTorzok Это у меня, как я уже говорил, второй семинар интенсив по системе целостного движения Евгения Белякова. И каждый день на семинаре не похож на другие. В том числе, каждая утренняя зарядка отличается от других. Это обогащает и дает разнообразие в творчестве, в повседневной жизни. Помогает убирать стереотипы поведения. На четвертый день семинара дошла и до нас с Рашидом очередь дежурства на кухне. Мы помогали нашей хозяйке Ольге. Чуршик, настала твоя очередь? Да. Поработать на кухне. Вот наша хозяйка, Ольга. Что сегодня у нас будет на одежде? Узнаете. Узнаем? Узнаете. Ну, по-любому, будет вкусно. Легче стал, но я все равно расслабился. Вообще, ну, есть немножко тонус в стопе, небольшой, тут, где он далек. То есть, немножко, чуть-чуть, я начал чувствовать, какой тонус в ноге. Потому что, когда совсем слабо, ну, первый раз давил, я не знаю, как давил. Ну, я вообще не починил. Ну, вот касание такое. Я не посчитаю, я любовь к сложивому. Ну, вот, есть ощущение касания и все. Нет, перебью на секундочку. Ну, это упражнение, оно такое известно, друг с другом-то всегда столько проверяют. Я решил настроить попробовать на воде. Я давил со всей дурой. Блин, как в стенку, вообще неинтересно давить. Даже вот дрожжи маленькой, ничего нет. Ну, как оно так и должно быть. Здесь, знаете, такое состояние, вот то, о чем сказал, что должно быть. Когда мы двигаемся, мы на опору как бы стекаем. И вот представьте, что мороженое, да, оно такое, да, но оно когда тает, оно так, и по костям стекает. Тепленьким становится, и стекает. И вот так же, подавим меня, вот, Рашид. Вот он начинает давить, я вот беру и стек. Вот, он, ну, немножко едет, камешки едет, он уже сильнее давит. Ну, так, все равно легко достаточно. Я чувствую, как он дрожит. У него рука начинает дрожать. Понятно, да? Вот это ощущение релакса. И пошевелите, вот встали, расслабились, и так вот поплавать, что ли, да, тазовой областью. А если выстрелился один раз, то может потом варьировать. Да, да, да. То есть вот я стою, и есть некие границы, в которых я совершенно спокойно могу плавать. Тазовые кости, они, тазовая вообще, вот эта зона вся должна быть свободна, не напряжена. Нет напряжения к стопе тоже. Стопа немножко может быть, потому что, ну, не напряжение, а если мизинец и большой палец встает прижатый, то оно просто плотно стоит, просто чувствуется, как давление идет в стопу. Мы разладываем. Оно прям вообще гонок. Теперь смотрите, что делаем. Когда меня давят, сначала первое, что я делаю, я нахожу вот это положение удобное, да, сильнее можно давить? О, я дальше начинаю, смотрите, есть некий диапазон движения. Я стою и стопой, начинаю стопой прям, да, вот той получается стопой двигать. Если я вот сюда, видите, сдвинул дальше, он меня выдвинул. То есть я выдвинул за положение костей, как бы за опорность. Если я дохожу, вот, помните, я говорил, здесь связка, связки как стеночка такая. Вот, вот, держит связки. И я дальше до этого вот положения. Я в разных плоскостях, чтобы высвободить динамику таза под нагрузкой, да. То есть здесь важно что? Что вот он давит, я без напряжения вот той стопой его двигаю. То есть есть, конечно, тонус, естественно, есть. Ну, он, в принципе, он хорошо, да, хорошо. Хотя он у нас простроится. Сейчас простроим. Где-то чего-то, да. И с одной, с другой стороны давит. Ты мне попробуй, что она на меня плохо давит. Сейчас, я прострою. А что простроить-то? Вот она нормально. Она меня сдвигает вообще на разу твою лезу. Нормально, вот я давлю. Ну, вниз просто давление. Если в ногу давление, вот, всё, она хорошо стоит. А зачем вбок? А зачем вбок-то? В ногу давим? Зачем вбок давим? Вектор, вектор, вектор. Вектор-то давление. Вектор-то давление, он идёт в ногу же, а не в вбок. Да. Не слушал объяснения. Есть некий диапазон движения. Тазовая область. После нагрузки достаточно хорошо он осознаётся. У всех, да, сейчас появилось? Угу. И заметьте, как стоится, вот, и двигается тазом, если вот в этом диапазоне двигаешься. Легче. Как по массу. Есть, да, такое ощущение, что там перекатывается? Шарики, да, такие, перекатывается вот здесь. Равномерно, да, такое движение? Да, да, да. Перелом. Без переломов вопрос, как перетекает такой шик шик с сустава на сустав. Ну, как по массу, на самом деле, такое ощущение, такой шик-шик-шик-шик-шик, свободно. Хорошо. Теперь давайте такую штуку сделаем. Нагрузка будет на скрут. Здесь несколько слож... А, диапазон будет меньше, но идея та же самая. Если мне дают скруточку, давай вот так вот, смотри. Одна рука ложится вот сюда на сустав, вторая рука сзади охватывает здесь вот, вот, кости, да? Вот прям здесь на кости и здесь на кости. И ты начинаешь так ворот поворачивать, вращать. Значит, смотрите, что я делаю. Раз, я сел, сильнее. И увеличивай, да? Да, да, вот. И я просто... И я дальше начинаю так же тазово... Тут будет скрут, внутри тело будет. Вот. Но я, смотрите, есть немножко, всё равно диапазон движения. Вот. И в другую сторону так же. Ему гораздо труднее, я понимаю, да? Потому что развод, у меня возникла такая спиралька в ногах. Я её чувствую свободно, расслабился опять. И я вот в расслабленном таком состоянии двигаюсь. Ага. Спасибо. Ну, тут приходится хорошо работать. Замерз. А? Замерз. Он прям... Я... Удасть. Уже что, по мышками мокрый. Тут тёпленько сразу становится, да? Хорошо так. Давай. То есть очень хорошее состояние. Вот оно такое на разворот таза, что ли, идёт. Я свободно двигаюсь, резко уберю. Ещё резче. Это медленно убрал. Попадёшь. Смотрите, что произошло с телом. Видите? Вот именно при очень быстром снятии напряжения меня просто развернуло вот это компенсаторное усилие, да? Сделаю ещё раз. Так же снимешь напряжение. Давай. Упра. Смотрите разницу. То есть напрягался туда белый носок. Как мне рвануло, да? Да. Почему произошло? Я мышцами сделал усилие туда, да, во втором случае. Вот в первом случае я просто стоял на связках. У меня мышцы были расслаблены. Во втором случае я сделал мышцами усилие. Когда он резко... У меня мышцы отпустило, меня рвануло прямо туда. Да? Мне пришлось пробежаться. В общем, так можно проверить, чем ты держишь. Правильно ты держишь или нет. Правильно. Понимаете, да? Фум! Быстро тело просто сбрасывает напряжение. Видно было, да? Так, пох и всё. А я как стоял, так стоял. Но усилие должно появляться, да, в момент, когда... Оно как бы такое минимальное, не знаю, внутреннее усилие, оно вот не сверху, ну как бы не чрезмерное, а вот столько, сколько надо. И на тело, пум, просто... Классно, так? И всё. Ну и всё так само. Как резиночка такая. Вот как резиночка и всё. Да, да. Понятно, да? Ну ты попробуй сейчас в другое место направить. Давай ещё раз. Напряги попробуй. Да, всё, давай. Я буду что-то. Ещё раз у меня так. А, подругой? Да. Видишь, так? Да. Давлю сюда в нужную точку. Да, вот, вот, уже откртануло. До комфортного такого усилия, когда ты, как бы... Ну вот, где-то так. Вот так вот. И держишь, чувствуешь, как оно подержать. Какое-то. Подержал. Да, здесь такая спираль. Внутренние такие спиральки возникают. Видишь, это я вот так наружу. Существует, да, такое? Ну отсюда я... Да. Подержать, там, секунд десять, подержать, подышать. Усилие просто подержать, подержать, подержать. Подержали секунд десять, поменяли. Да. Да. Раз, я раз, я хочу. Да. Вот это вот. Раз. То есть, я могу в эту, в эту сторону. И получается, смотрите, я такая силовая восьмерка. Я ногой так щик, а вторая упирается. Идем. Вообще, нужно одинаково. Одинаково. Другая разница. Ширень. 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 Стойка. На самом деле, я понимаю, почему такая загрузка идет. Потому что нейронная связь перестраивается. И это такая хорошая работа. Внутренняя работа. И было бы гораздо проще, если бы не было наработанных вот этих стереотипов, шаблонов движения. Паттернов бы не было наработанных. То тогда бы, ну что, показал раз, раз, раз и все. И в этом смысле, маленькому ребенку, ему показал, он тут же считывает этот стереотип. Прямо с зеркаля. Но он идет домой, смотрит на взрослых. И считывает тут же друг. А там он больше времени проводит. Да. И поэтому с детьми практически бесполезно работать. А там не жену надо перестроить. Себя? Она дольше с ними находится. А сколько ребенку? Ну, одному будет два, другому пять с половиной. Да. Вообще в поле родителей лет до шести. Так, чтобы следить застраивать. Заставить ее. По-другому. За место этого буду посуду мыть. За наличь. Чтобы у него время было простраиваться. Да. Не, ну это, конечно, с точки зрения семьи, детей, конечно, все должны заниматься и вся семья. Тогда совсем другое. Не, ну детям тоже надо заниматься? Или они просто, когда занимаются, они... Они пусть бегают рядом и все. Вон, но Ульянка, она же у меня ничего не занимается. Я там пару раз, может, ее построил и все. Но так как я в этом, то у нее этот навык... Ну, а родители, она же с ними больше находится. Все равно, ну да. Но она уже взяла естественный навык и говорит, о чем мне там, то не надо. А тут уже получается некая группа, ну, поле работает родовое, что ли. И так как у меня простройка есть, у Татьяны простройка есть, у Алины тоже. Но она сейчас, так как не занимается, то у нее как раз и спина болит, и скрючила уже ее и все. Я говорю, надо заниматься. Ну, хозяин-барин, заставить я не могу. Я все, отстань, я все понимаю. Вот и все. Я говорю, отстал, отстал. А дети, они считывают. И им главное показать... Тут ведь какая штука получается? Смотрите, если в детстве нам никто не показал, как правильно, наш организм не знает. Он, ну, как показал. Как научился, так и научился. Как родители ходят. А если кто-то в детстве показал, как правильно, причем не сторонний кто-то, а из близких, это важно. То тогда организм начинает все-таки выбирать более оптимальный вариант сам. Поэтому... Поэтому... Поэтому надо заниматься всем. Значит, если детей тренируешь, надо к ним больше доверия построить, чем они их родители имеют. Или родители тренировать. Родители дольше, чем детей, но... Ну, с детьми игрушки же. Игры всякие. Да. С детьми надо играть. Ну, вот я играл там... Ну, мы программу такую делали. Программу... Такая сказкотерапия была. В рамках сказкотерапии. Мы с детишками занимались там. А это дети... Возраст где-то с трёх до четырёх... До пяти где-то было. Вот такой возраст. Ну, вот стоит... Мальчишка, я помню. А вообще он на ногах не стоит. Он весь такой... И вот так... Говорит, давай, стой крепко. Он не может. Никак. И что делаешь? Предлагаешь какой-то... Ищешь образ. Я говорю, представь, что ты дерево. И не просто дерево. А ты такой крепкий дуб. Знаешь, дубы? Видел дубы? Да, видел. Значит, дуб крепкий-крепкий. У него толстый ствол, толстый. А корни у него есть? Есть. А какие у него корни? Представь. Ну, он говорит, большие. Глубоко в землю был? Да. Ну, и вот мы начинаем с ним. И он стоит, значит, он уже стоит. А в этот момент я беру его руками, прям подстроил и поставил. То есть, вот косточки собрал ему. То есть, я ему даю прям телу, как бы на рефлекторном уровне я даю не просто нагрузку, программу какую-то. Ну, можно сказать, запись такую, да? Или показываю его телу, что удобно. Задачку настроиться под дерево. Да, можно сказать. Я надавил, раз, поставил его. И всё, всё включился, он всё включается. Он начинаешь давить, он тык-включается, втык-включается уже. А потом даёшь такую установку. А вот представь, что ветер начался. Сильный ветер, и он прям, да. И он стоит, он вот так вот стоит. Я говорю, а ты ж дуб. Он же разве бегает? Он не бегает, он корнями, ну-ка, давай. Он встал, а говорю, а у него ветки-то есть? Есть. А ветер качает ветки? Качает, он стоит там вот так. А ноги всё, встали. И он стоит очень устойчиво здесь, всё двигается у него. И всё, я понимаю, что всё, он включился. Ну, таким можно, конечно, способом вот таким детей. Вот массаж. Вот ты когда говорил, там вот этот вот массаж по вставлять. В плане того, чтобы у нас физическое какое-то ощущение. Прямо телу указать, как. Да, да, да. Я это саму надо понимать и до конца догонять. Ну, вот Ульянке что я делаю, допустим. Так как она пошла заниматься гимнастикой, там у неё уже накапливается неправильное напряжение. Вот я ей тут делаю массаж, вот я иногда делаю массаж, снимая напряжение. А расстраиваться она может. Причём, кстати, вот этот навык даже заметен у неё на гимнастике. Как я замечал, как она выступает. Почему её тренера взяли, ну, это же школа Олимпийского резерва, её взяли и старший тренер. После первых же соревнований она сразу её включила там в программу, видно было. Ну, там тренировок увеличилось в два раза больше. И её сразу начали там готовить. А почему? Я сам увидел, как она выступала. Вот она выходит там, ну, там что-то как дети. Там девчонки все, они болтаются. То есть, даже лучше её, которые делают, элементы делают, но они болтаются. Но у неё есть очень такое чёткое качество, очень хорошее качество. Я думаю, что это связано в том числе и с тем, что вот с практикой. Что она как бы в поле находится. Потому что она делает перед элементом, она останавливается. Я вижу, как у неё внимание внутрь. Она так, фу, собралась. И очень с хорошей концентрацией делает элемент. То есть, она, поэтому у неё вот такой вот, ну, она как бы выглядит, поэтому хорошо смотрится. Но это способность, которая очень важна. И с другой стороны, если она в правильной стойке, там, в этом, то это красиво смотрится. Да, да, да. И ей не надо для красоты столько много тренироваться, чем к другим, например, да? Она собралась и сделала. Ну, раз таки, несколько шагов там, что-то делает, там, такую же свободу, опять фум, собралась. И вот видно, как на элемент она собирается. То есть, такое качество уже... А практика, практика, вот эта, она даёт это. Потому что вот эта фум, сборка. Она уже как навык передался. Ну, я думаю, что это... Вот, надеюсь, что к концу семинара все тут повключайтесь. Вы включаетесь. Это вот очень важный момент, потому что вот это включение. Это включение там... Сейчас можешь сказать, удалось ли тебе отследить тот момент, когда вот ты включился, когда я подошёл, перед тем, как давить стал, ты включился. Включился не просто физически, но я увидел некое уже другое изменение. Состояние. Не отследил, что произошло, изменение состояния в этот момент? Вот когда ты сказал, пальцы стали включаться. Ну, по состоянию как физическому или в целом? В целом. Я вот только как это вспоминаю, оно как будто размыто. Вот, если вспомнить. А в тот момент я чётко именно физическое состояние ощущал. То есть у меня, я сказал, пальцы пошли, и у меня как будто... Ну, я не в руку смотрел, а вот туда рука пошла, и я прям так... Потекло движение. Именно, да. То есть оно такое размазанное было немного, но в то же время собрано. И ты подошёл, начал давить. Я давление вообще не ощущал, но чувствовал, как у меня внимание туда идёт. Вот, кстати, ты ключевую вещь сказал. Смотри, размазанное, одновременно собранное. Это, кстати, одна из ключевых вещей. То есть это характеристики состояния. Ну, когда так? Вот. Просто ты ещё не успел отследить этот момент переключения в состоянии, но я почувствовал, что произошло переключение. Что происходит? Когда мы включились физически, правильно встали, то вся система наша, и психика, и всё переходит в другое, качественно другое состояние. Принципиально другое состояние. И это состояние, вот то, к чему надо прийти. Если у вас появляется опыт включения состояния через физику, это ваш ключ уже. Ключ входа в состояние. Ну, состояние, оно целостное. Поэтому там и получается одновременно и размазанность, и собранность. Как бы из фокусированности, и расфокусирование. Это одновременно. Целостность, не дуальность, да, не двойственность. Нету одного, нету другого. Ну, как бы опаательности. Потому что мы живём все, как раз в большинстве своём, в состоянии разобранности, такой локальности. Либо человек попадает в состояние залипухи от стройки от конкретного. Да, так вот, динька, и другая залипуха, в ничё. Такой размазанность. И это тоже не то. Ну, это тоже какое-то состояние, но не целостное состояние. Хотя кажется, что целостное, но не целостное. Целостное подразумевает и активность, и пассивность одновременно. И фокусированность, и, как бы, собранность, ассоциированность, и расфокусированность, диссоциированность. И это всё одновременно. Сейчас вспоминаешь, да? В осознание приходит, да? Ну, детально стараясь это... Ну, сейчас просто память, просто, понятно, память. Тут вопрос не в памяти, потому что здесь ошибка ещё такая, может быть, что как бы от памяти попробовать... Но это уже прошлое, память-то прошлое. Попробовать состояние включить? Да. Я вот даже не стараюсь, самец виду, я просто помню именно детали какие, чего возникало. Стараюсь детализировать, потому что реально момент такой. Потому что попытка по памяти восстановить состояние, ну, желание, оно не даёт. Ничего. Ключ должен быть через другое. Вот через тело может быть ключ, вот, да. Когда через действие ты делаешь, пам, вошёл. И в этот момент ты понимаешь, ага, это уже другое. Потому что у тебя уже понимаешь вот эти характеристики. А нет такого, что, ну, вот, как тут было, человек как бы входит в состояние, но он ещё не понимает. Может быть. Ты видишь, подходишь, показываешь. Так и происходит. И тогда у него там ещё что-то меняется. То есть уверенность, да? Так и происходит. То есть одна из задач, то, что называют прямой передачей, вот когда обучение, я подтверждаю что-то, я чувствую, я вижу, что когда человек переключается, я чувствую это, и я подтверждаю. То есть говорю, вот оно. И тогда возникает осознание. Потому что мы включаемся в это состояние периодически. Бывает включение. Но они как бы такие спонтанные и неосознанные. Что-то произошло, чего не понял. Вроде сделал. Вроде легко. Да, легко как-то сделал. А почему легко, непонятно. Взял там, поднял что-то, раз, что-то, как-то и тяжесть не почувствовал. Оно само поднялось легко. А в этот момент было переключение в состоянии. Ну и у каждого всё индивидуально. Каждому своё время. То есть как бы вот эти мысли не нужны, что вот кто-то включился, я не успеваю куда-то. Да, не, не надо. Они только мешают. Смотрите, у нас сегодня вот идёт последовательность интенсива. И заметьте, что сейчас потихонечку начинает, как это, группа, ну кто-то, да, я же показываю. Я же показал состояние в первый день. Да, там на полянке. И получается, что кто-то из группы начинает включаться. И вот начинает уже групповое поле работать. И один включился, второй включился, третий. И я думаю, что вот к концу семинара, надеюсь, что все включатся. Я к тому вот тоже тут, ты ушла, я говорил, ну, например, Лили. А как вот было, когда ты встала и вот встала? Какой момент возникает, у тебя было включение в состояние? Я просто потому, что я тоже это видел. Потому что потом ты говорил так, вот я давлю, и что-то происходит. Ну вот в момент, просто акцент был. А что происходило? Между небом и землёй. Ну, как бы, акцент, я не знаю, как это назвать. Ну, то есть... Растяжка между небом и землёй, включение, а что? Внутри что было? В целом, что менялось? Было, смотри, было другое состояние. Я говорю, что происходит в этот момент переключение в другое качественное, в качественное другое состояние. После этого такая спонтанная радость возникала. Да, вот этот, вот этот жар там... Ну, как бы... Ну, говорит, там у меня словарного запаса, наверное, нет. Да ладно. Ну, просто осознавала это, вот... А, полностью, конечно. Да, что другое. Ну, всё, вот, каждую... Ну, и что цепочку, да, вот осознавала, всё. Ну, мне просто хватило внимания в тот момент. Да. Всё удержать, ну, как бы... А я не проявляю. Чувствую эмоциональную что-то. Смотри, у тебя же эмоции подключались. Возникала радость, кайфуха возникала в этот момент, правильно? Это ещё характеристики состояния. Ну, потому что, как бы, не было нигде никакого сопротивления. Всё было, ну, в натяжечку, но всё было гармонично, как бы, как, не знаю, гармонично как-то всё было. Вот, натяжечка. Оптимально. Оптимально, да. Вот, распределение нагрузки, наверное, на плаву. Но это с точки зрения именно распределения мировозки. Ну, я не могу рассказать. Я ещё даже задаю вопрос, что в этот момент происходит такая штука, что вся мы, как система, и тело, и психика переключается в другое состояние. И в целом это качественно другое состояние. Ну, я часто переключаюсь в такое состояние, на чем я не выживаю, наверное. Ну, да. То есть, я не могу сказать, просто нового такого, кардинально, может, плохой я пример, потому что кардинально что-то нового в психологическом состоянии. Ну, оно не просто психологически. Ведь смотри, тут же и тело включается в другое. У тебя… Я надовредно. Ну, ладно. У тебя есть, скорее всего, опыт переключения в какое-то состояние эмоциональное такое. Я не просто про эмоции. Я говорю, что тут и мышление по-другому работает, и эмоции. То есть, на самом деле, все три вот этих мозга, да, они активизируются в этом. И они приходят в другое… Как бы вся система в другое состояние приходит. Тут мысли… Точнее, мышление по-другому, не про мысли, а мышление по-другому работает. Абстрактное мышление. Здесь эмоции, эмоциональная сторона, хорошо становятся. Эмоциональная. Ну, вот, а как же еще можно сказать? Хорошо. Ты сейчас сказала по поводу трех мозгов. А я как раз сидел и думал, ну, не от ума это было, или от ума, когда ты, ну, сказал, что включился, начал ко мне идти, и у меня дернулось в теле, где пресс. И я тут же почувствовал, ну, как будто я испугался, что я сейчас не… Ну, вот это подгрузился, и оно дальше не пошло, то есть я явно увидел и опять простройку сделал, и все. А сейчас я сижу и понимаю, что включился именно страх, он где-то в теле в эту же секунду отработал, и сразу же перестройка пошла. Да, 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 да. Вот, и, наверное, не от ума, наверное, так и было. Да, да, это не от ума. А вот то, что про страх, это как раз какая-то программа подгрузилась, позволь, которая мешает. И если ты в простроенном состоянии, она сразу уходит от программы? Ну, не сразу, но… Простройка опять, она именно из-за нее теряется простройка сразу. Ну, то есть, когда она включается, ты теряешь простройку, но и сегодня не залипать, она как бы отыграла и дальше. Целостное состояние чем характеризуется? Тем, что в нем нет локальности. Фиксация на локальность. Страх – это локальное. Это спазм какой-то, это программа, да, это некий образ, по сути, иллюзорный. Поэтому и локальность уходит, если ты в состоянии. Либо ты выпадаешь из состояния. Ну, а если, скажем, ты простраиваешься, там, жена простраивается, у детей какой-то есть страх, и они как бы считывают состояние, и, может быть, у них включается, они тоже простраиваются, то тогда у них страх должен уходить, отработаться или как? Да. Да. О, бесстрашные дети это. Бесстрашные дети, лучше, чтобы боялись. Лучше пока пускай боятся, вот чего-нибудь. Ну, там другое. Лучше, не, лучше, чтобы не боялись, на самом деле, но уважали родители и слушались. Это может по-другому. Да, да. Не через страх. Не счастье, да. Вчера, когда Лёшка пел, а вот он же в состоянии пел. Вот особенно, так, в завершении, я там, прям. Я проснулся, да. Я вообще засыпал, такой. Раз, и всё. То есть, ты не начинаешь двигаться, ничего. То есть, это тоже... Раз, сон уходит, просто... Это тоже способ обучения переключением в другое. Вот такой, там возникает потоковость такая. Нелокальное, оно чем характеризуется? Потоковое состояние. Жизнь, она не дискретна, она потоковая. Мы возвращаемся в состояние естественное для жизни. На самом деле, нормальное состояние. И тело было заметно, как... По нему очень хорошо было, да, видно. Я специально это обратил внимание. У неё тоже, кстати, было видно, как она когда встала. Грация красная. Такая богиня. Да? Это вон, сон. Серьезно, прям скульптура такая. Как будто всё как-то сделали. Да, вот завершенность, целостность. Серьезно, я говорю, он смотрит совсем по-другому. Воспринимает совсем по-другому, да? Выражения лица были другие. Нет, серьезно. Богиня Благородия изобилия. У меня сравнение с имдитилем. Нет, ну это понятно. А если не просто, просто не знал бы. Просто вот красота. И возникает такая красота позы, красота движения. Оно завершённое, но наполненное. Оно грациозное. Вот у каждого животного, у каждого вида есть своя грация движения. Гармоничность движения. У человека тоже. Мы утеряли эту гармоничность. Сейчас проявление этой гармонии, грациозности. Но она только проявляется, эта грациозность, только тогда, когда мы движемся в простройке. Когда мы не просто так, и всё. А когда вот это, оно, каждое действие, оно, понимаете, становится, оно доделанное. Любой жест, он чёткий. Вот такой вот, фу. Небольшой жест. Не так. Вот, вот. По сравнению с булыжниками, это, конечно, в общем-то. С булыжниками? Ну да. Затем сравнивать с булыжниками. А вот животные, медведи, когда, допустим, дерутся друг с другом, это же, ну, они с обью? С обью? Ну, у них там взаимодействие. Да, нет, там не заморачиваются. Всем и лапы, и физически. Ну да, ну да, ну то есть, допустим, если брать приматов, да? Да, они все животные. Да, то есть, они выглядят не такими большими, но в больших движениях и ударах он не просто. Так, а он правильно гармоничный, он поэтому всей волной бьёт правильно. Поэтому удар сильный. Но если ты простроен, ты можешь двигать это движение, ты можешь это движение увести так, чтобы он полетел. Ну, в принципе, да. Ну, я с большими медведями не общался, с медвежатами я общался. Я хочу сказать, что когда медвежонка с ним возиться начинаешь, ну, такой медвежонок. Ну, он в наморднике, потому что и когти подрезаны. Ну, я хочу сказать, что он так. И одежда плотная, да? Нет, нормальная. Но я хочу сказать, что он, ты сразу понимаешь, что... Даже котов. Кота, да. Кот, он очень сильный, он в общем так может. Да. Я знаю, я знаю, вы не сами. У других храмов в Сибири Тепете там тоже используют для храма, сокровищ храмов. Мы начинаем включаться, именно простраиваясь. Ну, как бы, наша задача, чтобы тело в любой ситуации могло среагировать. И через стресс, через вот именно такое более сильное включение, и можно простроить тело. То есть, в этом смысле мы, получается, используем состояние, и способ хручения через состояние такое стрессовое, как инструмент. И обратное. Если мы тело простраиваем, включаемся, то тоже это надо понимать, что это такое вот прямо проявленное. А с точки зрения цены, ну, через стресс? Ну, стресс, есть дистресс, есть стресс, то есть приложительный стресс. А есть перебор. Я просто про то, что вот, допустим, как разогнаться можно с помощью кофе, оно так, ты дышь, и просто вот, с точки зрения там... Здесь, в данном случае, аналогии с кофе не проходят, потому что здесь, как будто, тренинг начинается. Ты все время включаешься, включаешься, ты просто привыкаешь быть диапазоном, как бы, да, такого проживания стресса. Важно после стресса восстановиться. Тогда он полезен. Да, 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 я правильно говорю, что... Полезен. Да. Если не успеваешь восстановиться после стресса, перебор идет. Это вот как то же самое принцип с ударным массажем, который сегодня делали. Смотрите, если сила удара слабенькая, то в момент удара идет что в тканях? Спазм, стресс, микростресс, локальный. А потом расслабление. И возникает такая активизация тела, включение тела. А в то же время такая техника может, наоборот, состояние такого релакса сделать. И если сильно ударить, то тогда спазм останется, и надо время для того, чтобы это растеклось. Вчера, когда показывал с этим ударом, да, то есть ведь я же не просто там сидел рядышком-то и общался, и наблюдал за процессом. А пока он весь вот не растекся, не распустился. У каждого своя скорость процесса, поэтому надо учитывать это. Но тогда это будет очень классно. Продолжается наше дежурство на кухне. Наконец-то долгожданный обед. Хотя в моей повседневной жизни это, скорее всего, ранний ужин. На семинарах Евгении это обычное явление. Но по-другому не получается. Большие емкие занятия, которые нежелательно прерывать, не закончив их. И в то же время, видимо, это специфика людей, проживающих в западных секторах часовых поясов, где поздно встают и поздно ложатся спать. От этого не лезут. Так, ладно, хорошо. Давайте лемни. Универсальное, тоже некое тренировочное, такое средство тренировочное, хороший тренажер. Есть мышечно-связочные фасциальные цепи, с которыми мы работаем уже здесь. И которые, вы понимаете, есть боковые цепи, есть туда-сюда, когда мы загибаемся. Есть глубинная внутренняя цепь и есть спиральная цепь. Наша задача эти цепи включить. И если они включены одновременно, то получается, что, во-первых, начинают обе цепи работать. Ну, допустим, не наклон вот такой амплитудный, а движение какое-то с маленькой амплитудой. Или другой вариант. Вот внутренняя цепь. Мы что делаем? Мы её как бы собираем вместе, сжимаем, и создаём некое усилие на сжатие. Но ведь организм-то, наше тело, это же не статично. Мы же всегда находимся в динамическом равновесии. И тело всё время будет на микромоторике искать вот это, ну, колебаться, да, колебать вот так вот. И получается, что начинают работать эти мышцы в таком режиме. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. И они работают очень быстро и с маленькой частотой. Но если, правда, зажал мышцы, ну, спазмировал, то как бы и не даёшь этим мышцам внутренним работать. Здесь такая опять штука. Надо внешние крупные мышцы по возможности расслабить, а чтоб сами эти включились в станы. То есть надо небольшое усилие дать на вот эти мышцы. и мы это вот за счёт тренея и делаем. Вообще методика эта, есть тренировка на, ну, идея, был такой ЗАС, Александр ЗАС. Это ещё в начале, там, двадцатого века, такой борец. Тренировка, ну, как это... В общем, там, раньше цепь рвали на всяких там ярмарках. И как это делалось? Это делалось за счёт вот всей структуры всего, включения всего тела и за счёт включения связок, ну, тренировки связок. И вот этих внутренних мышц, да. Потому что они очень мощные. Они короткие, ну, с маленькой, я говорю, они работают. И можно включить, когда их получается очень большая сетка. Из современного подхода есть... Забыл Михаил. Остеокинезис у него система, тоже. Ну, он остеопат, он с этим тоже. Такими же ремнями работает. Так, вот смотрите. Первое, что я... Вариант. Первое, что я стою на подушечке стоп. И вот эта передняя часть стопы мне надо включить. То, что мы сегодня делали на разворот стопы, так. То есть, вот смотрите. Вот это действие, которое я первое делаю. Видите, я опа и растягиваю. Вот. Опа, включаю. У меня уже нижний контур включился. Вот. Но я растянул за счет ремня. Да, вот так вот. Опа. Видно, вот. Опа, его растянул. И у меня и держу. Вес тела как раз на переднюю часть. А второй я присоединил к этому контуру руки и позвоночник. Как зацепил. Вниз растянул. И смотрите, усилие. Какое усилие в руках? У меня нет усилия. Вот так вот прямо сжатия. Я чуть-чуть захватил. Оп. И вот соскальзывает. Видно? Вот усилие не больше, чем... Он просто налит на ремень. Чтобы вот держалось. Но у меня соскользнуло. Можно вот так вот. И будет тоже соскальзывать. Или вообще. Может так держать, что не соскользнет. Вот просто чуть-чуть налит на ремень. Раз. Все. Этого достаточно. И вот я стою. Я чувствую, как у меня тело все натянулось. Протяжечка такая получилась. Да? Во всем теле. Вот. И дальше я... Что я чувствую внутри? А я чувствую, что в теле начинается такой микро-микро-тремок. У меня прям такая... Ну как, мурашки что ли, по отъему какие-то. Такой... Можно сказать, как зуб внутренний такой. То есть вот это я чувствую. И я понимаю, что у меня идет работа. Вот эти мышцы включились. И начинается такой разогрев. Вот я собрался. Костик в землю. Ну понятно, что стойка должна быть. Если у меня устают кисти, пальцы, рук, значит я слишком сильно держу. То есть у меня равномерное натяжение во всем теле. Вот. Живот подсобран. Грудная клетка раскрыта. Если без этого, у меня тело, оно как бы... Ну непонятно как. А здесь сразу раз. И оно как бы стягивается. За счет ремня мы кости собираем. Причем у нас какая-то часть тела соберется, какая-то как бы на растяжение будет работать. Это вот принципы системы тенсиогрити, да? То есть получается, что вот эта часть сжималась у меня позвоночник и ноги, а в руках там было растяжение. Ну неважно. Все равно вот эта часть у меня на сжатии. А мы как бы ремнем заменяем вот это движение, если бы мы, например, руками здесь бы взяли. Да. Ну если бы у нас длинные руки были бы, вот здесь бы. Ну да, типа. Да. Раз. И притянув. Обратите внимание, что у меня руки свободные, они вытянут. Ну вот они стоят. Руки просто висят. Плечи вниз опустились. У меня вообще очень хорошо на ремнях. Вот первое упражнение. Второе упражнение, допустим. Я беру ремень как рюмзак такой. Раз. Сюда вот перекинул. Ремень эффективный тренажер по простройке тела. Для приведения его в оптимальное равновесное положение. С помощью ремня мы соединяем в единой конструкции и включаем все уровни опорных контуров тела. Это хорошая тренировка тех мышц, которые принимают участие в удержании тела в правильном положении. Кости создают опорный каркас. Связки удерживают всю эту конструкцию. Есть крупные мышцы, благодаря которым происходит изменение положения всей этой конструкции в пространстве. У них движение большой амплитуды, низкой частоты. А есть мышцы, которые участвуют в поддержании равновесного состояния положения тела. Это внутренние мышцы, так называемые становые. Внутренние мышцы работают с очень высокой частотой и очень маленькой амплитудой. С точки зрения оптимизации положения тела нужно тренировать становые мышцы, так как они в повседневной жизни совершенно неправильно работают. Какие-то из них слишком расслаблены, а какие-то слишком перенапряжены. В этом нам помогает тренажер ремень. Также на занятиях учитываются различные базовые положения рук, которые являются узловыми проекциями внутренних энергетических центров. Наша задача оптимально простроить тело и довести до состояния, чтобы новый навык был закреплен на рефлекторном уровне. Почему мы начали сегодняшний день с темы вот этой разворота? Он ключевой. И здесь так же самое с ремнём. Вы либо туда разворачиваетесь, либо сюда разворачиваетесь. И стопа включается. Фу, всё. Всё, включил стопу. Фу. Видите, я в стопу включаю. В стопу включаю. У меня сразу рука вверх начинает простраиваться. Если выключил стопу, всё. Верхняя часть тела только работает. Я уже не выдержу доску. Подпорки нету, опора нету. Нужна включаться опора. Как сейчас ощущение в теле? Что-то изменилось? Ну, в тонусе всё. Ну, в большем тонусе. Есть, да, такая? Да. Ну, когда ты, например, всё как-то стоишь. И, грубо говоря, ты говоришь, что я встала в постройку. Она как-то, ну, быстрее собирается, что ли. Потому что мышцы в тонусе. И они, ну, как бы, были в напряжении. Вот всё, там, 2 часа, да, тренировки. Вот. И как-то, как минимум, собирается побыстрее. Ну, понятнее. Понятнее, да. Это не скорее не столько напряжение, сколько тело начинает понимать, как правильно стоять. Ну, и тренинг начинается. Ну, мы ему показали какие-то... Что, какие мышцы существуют, что ли. Достей. Ну, что вот они вот есть, как бы. Мы, как бы, в этот момент прочувствовали. Это работает не так. Включили. Просто, смотрите, опять вопрос о нейронных связях. У нас же нейронные связи там как-то наработаны. И работают какие-то группы мышц. Какие-то цепочки работают. Неправильно. А здесь мы телу показываем как по-другому. И включаем. Сигнал идёт, ведь мозг понимает там. И тело, а в целом тело начинает чувствовать постепенно положение. Ну, выбор появляется, что ли, у тела. Есть такая поза, есть такая поза. А тело начинает понимать, что вот эта поза из двух-трёх вариантов более правильная. Потому что меньше затрат. Почему не надо напрягаться-то? Почему расслабление? Потому что правильно, когда встал, раз, тело. Ну, вот, я, смотрите, взял, встал. Я в расслабухе стою. Я ненапряжённо стою. Я встал, раз, позу. Ненапряжённо совершенно. Тело очень комфортно, очень удобно стоит. При этом, если я встал, не дави на руку. Вниз? Ну, вот просто, не-не-не, вот просто я туда делал движение. Можешь просто начать давить, посмотреть, что происходит. Я стою, как стоял, в принципе, тонус появляется в линии. Никуда не двигается. При этом я-то могу его сдвинуть ещё, понимаете, легко. Ещё запасы есть, да? То есть я просто стою. Я встал, совершенно расслабленно встал, комфортно. И ещё запас движения есть. То есть тело само начинает искать, не то что искать, оно выбирать начинает правильное положение. И самое интересное, это происходит примерно так. Тело найдёт одну позу какую-то, потом другую позу, а потом любая поза будет уже такая. То есть оно как бы начинает, ну там, одну, другую, 10 поз, 10 положений, потом вам и любое положение уже. То есть уже вот это внутреннее, как сказать, внутренний критерий, когда он сформируется в теле, оно просто, вот у меня так, какое бы позу я тело не принимает, очень чётко сразу понимается, она либо комфортна, либо не комфортна, вообще любая поза. И тело так, опс, и само находит тут же так, и... С этой позой оптимальной. Да. То есть из любой положения. И вот в это надо прийти. А там не просто оптимальная с точки зрения поза, с точки зрения биомеханики, а вот то, что сегодня происходило, когда начало включаться что-то другое. Когда ты Аню включила, когда тебя включил, тебя включил, там вот у тебя там моменты, ну были какие-то моменты, что-то происходить начинает, пробивать начинает, жаром начинает пробивать, там как-то кайфуха появляется, ну что-то вот такое. В этот момент что-то происходит, переключается в другое, не просто позу, а в другое состояние мы переключаемся. Точно? А можешь описать, как ты переключалась сейчас? А это... У меня там нет никаких ни дрожжей, ни мурашек. У меня начинает откуда-то снизу идти жарко. И дальше такой как будто вот, ну горячий поток. Я не знаю, как это описать. Такой вот, в общем что-то, и вот он идет и доходит, так фу, фу начинается, фу, вот такой фу. А дальше после этого фу-фу наступает такое... Вот что наступает? Жарко-жарко. А оно знаете вот, такой вот, что воля, что воля, все равно. И ты вот стоишь, в общем, тебе попу на пью, максимум. Вот, вот, вот. Где ты, зачем ты? И из этого состояния выходить не хочется. То есть ты вот хочется вот плыть куда-то. Вот это оно. Да, вот что-то такое, да. Вот. И оно, я не знаю, почему я не могу сказать, что я прям такой простройщик великий у меня тут. Нет, вопрос не в этом, в том, что ты переключилась. Да. И только с ремнями переключаюсь. С первого раза вот. У каждого человека, почему множество упражнений разных форм, потому что у каждого свой способ включения. Кто-то через ремни включается, кто-то через палку, кто-то там через вот парные упражнения, кто-то еще через что-то. Ну, я думала тогда, что это случайность. Первый раз. Значит, это твой способ входа сейчас. Второй раз, когда вот мы на семинаре в Москве были, помните, тогда два дня были, вот тоже я включилась. И вот опять. Ну, то есть вот это как-то, да. Ну, ты там состояние включилась и не через ремни. Там был момент, когда я показал состояние, ты включилась. А, да, вот там, где он еще был, да, семинар. Да. Ну, там на резонансе. Да. Оно с каждым разом просто включается чаще, чаще и потом уже понимаешь и сам находишь, сама находишь как в это включиться. Нужен собственный ключ. Способ включения. Ну, я бы не сказал, он как-то сам... А он сам находит. Да, он как-то пришел и состояние... Да, раз пришла. Вот завтра ребята приедут, Илонка там, она включилась вот через этот жест такой. Фух! Я помню, как. Она ходила на боевые, вдруг она так стоит, так... Фух! Я говорю, о! Она так... вштырила. Что это было, говорит. Я говорю, я сама почувствовала, да, что-то почувствовала, ничего не поняла, но... теперь в любой момент она делает так. Да. Да, это частенько так делала. А это для нее способ включения. Ну, у нее как бы это сразу такой способ включения. Но она сейчас и в другом включается, но вот это он такой остался. Ключик. У меня тоже было когда-то, я первый раз включился, на похожем жести, таком каком-то... Я так... И понимаю, что что-то другое как-то. Интересно. Ну, сейчас без разницы. Это уже не от жеста зависит. Просто не от позы на самом-то деле. Да, да. Здесь совсем другое. Мы просто через оптимальное положение... Но это, знаете, сравнить можно так. Есть сосуд дырявый или без дырок. Да. Вот в дырявый можно состояние как бы показывать, показывать, наливать, наливать, а все утекает. А чтобы оно включилось, надо эти все дырки заткнуть, хотя бы ненадолго. И вот мы это и делаем. Мы простройку сделали, раз, и опа, переключение произошло. Состояние включилось. Потом, правда, опять сломалось все, дырки появились, опять все вылилось. Состояние ушло, да. Но ничего, зато уже, понимая, что вот тут вот как бы способ. Один ключ. Потом еще появится, потом еще. И все, потом уже. Для каждой дырки твой ключик. Ну, нет, там не для каждой дырки. Понимаешь, тут какая штука происходит? Когда мы включаем состояние, там дырок нет. Потому что... Я вот, смотрите, я... Можно через позу, да, включиться? Можно... Вот я... Как я делаю это? Крынов знает. Мне кажется, это через зверя выключились. Ну, может, да, может. Это когда зверя показывали, и тогда это... Ну, может, через зверя, да. Может, через зверя, это через вот этот рефлектор. Ну, можно и не через зверя. Вот, допустим... Другое. Через другое включаюсь. Не через зверя. Ну, чувствуется, меняется. О, это была разница, когда вы до этого сделали это? Это другое было. Ну, оно другое. Но всё равно состояние-то тоже. Немножко, может быть, ну, как бы... Ну, я, можно сказать так, на другой чакре включился, да. На другом центре включился. Ну, без разницы. Всё равно вот суть этого, то, что я называю состояние, оно то же самое. Ну, просто, по большому-то счёту, я почти не выключаюсь. Крышка такая приятничная. Не забываем открывать. Ну, да. Женя, а как она открывается? Она же должна крышка приоткрываться, чтобы это не... Парни... Ну, отпусти и откроет. Или не надо открывать? Не, а ты просто представь, что оно... Открылась? Не делай, а наоборот, позволь. А. Просто кто-то говорил на семинаре, что надо обязательно крышку открыть. Открыть. Или не надо? Он уже в комнате. На процессору в комнате. Нет, я понимаю, что он уже, да, близко, близко. Там шарики на крышку привязал, а он... Да-да-да, воздушный шарик. Да, такой шарик. Вот привяжи воздушный шарик и отпусти. И отпусти. Только не забывай, что хвост земляет. Я его подкрою. Там был 20. Жень, знаете, какое состояние интересное? Не внутри. Снаружи. А разве есть внутри и снаружи? Как обтекаемый снаружи. Там тоже, да. Это соединяет внутри. Другой совсем. Как будто... Как у полога такой... Фуууууу. Но другое состояние. Другое состояние. Вообще другое. Состояние тоже. Просто качество тоже. Другое. потому что снизу включение одно иньское китайцы пускали здесь другое здесь янское там жар тебе тут прохладно прохладно ментового а теперь соедини вниз и вверх минтового жарта у меня по спине холод не ломай не падай не падай не падай но хочется ломаться просто можно за внутренние движениями идти но не ломай структуру очень все странно кроме холода по спине ничего по спине холод хвостом здесь Хвостом есть лау Здесь хвост, здесь хвост, держи хвост. Вот здесь вообще так странно, пошел жар вместе с холодом. Я же сказал, не долго. Фу, да, только, о, еще удивительно, о, фу, фу, глаза. Что там в глазах? Расслабляй, расслабляй, расслабляй. Тебе очки точно нужны? Нет. Мне кажется, они тебе просто мешают. Ой, там спина вся холодная и тут все... Фу, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жень, 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 жень. Сделала. Что-то бывает. Ничего, расслабляй, расслабляй, расслабляй глаза, отпускай, позволяй это вот так, распускай. Мягко, мягко, мягко расслабляй. Мягко. Ну всё, отдыхай, держи. Отдыхай. Переваривай это. Что, запустился, правда? Вот после включения состояния может пойти коррекция, трансформация, коррекция. Попускай глаза, потому что ты всё время прячешься, а? А что прячешься? Вот у тебя сейчас пошла чисточка свою. А что из глаз-то идёт? А что идёт? Идёт как? Там всё холодно. Ну вот это себя накачивается. Ну, состояние какого-то. Самое интересное, что не хочется с этого места никуда уходить. Такое ощущение, что какая-то привязка такая. Угу, угу. Выражение лица изменилось. Да. И это я один предложил. И чего изменилось? Мельцо изменилось. Да. Напряжение уже. Слава, Яриле, светлой же силе. Слава, Яриле, родной же силе. Слава, Яриле, родной же силе.